В Твери прошло торжественное вручение новых автомобилей скорой медицинской помощи. Церемония состоялась утром во вторник, 8 декабря, на площади Михаила Тверского. Ключи от спецтранспорта главным врачам больницы региона передал губернатор Тверской области Игорь Руденя. На мероприятии присутствовала съемочная группа нашего телеканала. Главный врач Ромешковской центральной районной больницы Сергей Сапожников осматривает новый автомобиль скорой медицинской помощи. УАЗ класса Б, рассказывает руководитель ЦРБ, оснащен всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам. Все то, что, говорится, необходимо для неотложной, для экстренной помощи, здесь все есть, начиная от кислорода и заканчивая всеми необходимыми мониторами. В каждой новой машине марок Форд и УАЗ есть аппараты ИВЛ, электрокардиографы, дефибрилляторы, пульсоксиметры, а также видеорегистраторы и система ГЛОНАСС. В автомобиле именно такого класса лечебное заведение нуждалось наиболее остро, говорит Сергей Сапожников. С учетом сложившейся ситуации по ковиду, машина выходит по 600-800 км в день. Понятно, нагрузка возрастает в разы. И вот у нас сейчас очень своевременно машина поступает, потому что транспортная единица у нас с 2008 года выпуска. Понятно, что она уже не нуждается в ремонте, это просто уже на списании. Поэтому вот она прямо сегодня с колес и уже пойдет уже на дежурство. Водитель Тверской станции скорой медицинской помощи Борис Гусев за рулем неотложки вот уже почти 10 лет. Бывало всякое, рассказывает он. Однако нынешний год в связи с разразившейся пандемией коронавируса, пожалуй, стал наиболее тяжелым. Количество вызовов заметно выросло. Не всегда хватает специалистов и транспорта. Увеличение количества автомобилей в автопарке, уверен водитель, поможет решить ряд проблем в первичном звене системы здравоохранения. И в первую очередь повысит оперативность оказания помощи пациентам. Производительность машины, что она быстро скорость набирает, что можно больного доставить в кратчайшие сроки. Оборудование самое новейшее. Она очень высока в требованиях безопасности, в качестве сборки. В общей сложности в 15 муниципалитетов Тверской области были переданы 22 машины. Спецтранспорт пополнит автопарки Киморской, Канаковской, Осташковской, Торжокской и других районных больниц Верхневолжья, которые в первую очередь нуждаются в обновлении материально-технической базы. Кроме того, шесть новых автомобилей переданы Тверской станции скорой медицинской помощи. В этом году Тверская скорая помощь как никогда укрепляется в плане материально-технического оснащения. Летом на этой же площади губернатор вручал ключи от 14 автомобилей скорой медицинской помощи. Сейчас мы получаем шесть новеньких автомобилей класса «Б» на базе шасси «Форд». Это одно из самых серьезных пополнений за всю историю Тверской станции скорой помощи, когда настолько укрепляется материальная база. Обновление автопарка медицинских учреждений области происходит в рамках работы по модернизации первичного звена системы здравоохранения региона. На закупку машин было направлено 74 миллиона рублей. Как подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя, получение нового автотранспорта стало возможным благодаря поддержке федерального центра. Новые автомобили мы получаем благодаря поддержке президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации в рамках программы по борьбе со распространением заболеваний коронавирусной инфекцией. В текущем году это уже вторая партия автомашин, которые мы передаем для нашего региона. Но хотел бы сказать, что это еще не вся работа, которую мы планируем реализовать в текущем году. И я уверен, что данные автомашины, данные технические средства помогут нам более активно работать и в сфере развития нашей медицины региональной, в сфере оказания плановой медицинской помощи и борьбы с коронавирусной инфекцией. На этом работа по обновлению автопарка лечебных заведений Верхней Волжи не заканчивается. На сегодняшний день, отметил Игорь Руденя, из областного бюджета выделены средства на закупку еще 15 машин. Ожидается, что их передача в медицинские учреждения произойдет уже в следующем году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!